Добрый день, я Сергей Вейгман и сегодня вам расскажем о новом устройстве Sony Reader PRS-T2. Sony Reader PRS-T2 стал первым ридером производителя, который начал поставляться в Украину официально. Однако эта модель приезжала в страну и по серым каналам. Как их отличить? Очень просто. Официальный PRS-T2 русифицирован и поддерживает популярный в наших широтах текстовый формат FB2. Кроме того, у правильного ридера обязательно должен быть гарантийный талон на украинском языке. Кроме самого ридера в комплект поставки входит стилус, руководство пользователя, кабель microUSB-USB и упомянутая выше гарантия на украинском языке. Новинка выпускается в трех цветовых решениях – красным, белым и черным. Две первые модели получили глянцевое покрытие и по меркам ридеров, которые почти всегда поставляются с покрытием матовым. Это смелый эксперимент, который должен привлечь внимание женской аудитории. Впрочем, черный вариант представляет собой воплощение практичности. Его снабдили великолепным матовым корпусом с покрытием soft-touch. Вынесенные на лицевую панель навигационные кнопки влево-вправо, домой-назад и опции сделаны выпуклыми. А благодаря характерным очертаниям домика, полосок, стрелок, вы сможете выполнить все необходимые действия даже в полной тяноте. В верхней части устройства и на боковых гранях нет ничего. Зато в нижней части расположена кнопка включения блокировки, резет и разъем microUSB. А на задней панели находится прикрытый пластиковой заглушкой слот для карты microSD. Также отметим, что ридер получился очень тонким. Его толщина составляет всего 1 см. А весит он всего 164 грамма. 6-дюймовый сенсорный экран E-Ink Pyrrl получил разрешение 800 на 600 пикселей. Сделан сенсорным и поддерживает технологию Dual Touch. Для нас это означает, что мы можем выполнить зумирование текста или изображение двумя пальцами. При желании для работы с ним можно использовать идущий в комплекте стилус. Но мы считаем, что ридер прекрасно реагирует и на прикосновения пальцев. Так что стилус понадобится вам лишь в том случае, если вы захотите сделать рукописные пометки в тексте. Встроенного акселерометра здесь нет, так что переводить изображение в пейзажный режим нужно будет при помощи на встроях. Sony Reader PRS-T2 работает под управлением операционной системы Android, а его главный экран состоит из нескольких зон. В верхней строке выводится служебная информация о статусе модуля Wi-Fi и уровне заряда. В центре указаны параметры книги, которую вы читаете в данный момент. Чуть ниже расположены обложки и название четырех недавно открытых книг. А в нижней части экрана находятся крупные пиктограммы для доступа к библиотеке, заметкам и приложениям. Зайдя в приложение, вы сможете получить доступ к браузеру, одному из четырех предустановленных словарей, рисункам, текстовой памятке, предустановленным изображением и трем группам настроек. Стандартным, а также для приложений Evernote и Facebook. Особенно лихо работает интернет-браузер устройства. Благодаря сенсорному экрану у вас не будет проблем с масштабированием, прокруткой и быстрым вводом поискового запроса. И хотя обновляется матрица Intel не так быстро, как нам хотелось бы, все равно речь идет о весьма серьезном шаге вперед. Для хранения электронных книг отведено 1,35 гигабайта встроенной памяти. Однако этот объем легко увеличить при помощи карты microSD с максимальным объемом 32 гигабайта. В списке поддерживаемых форматов значатся FB2, PDF, EPUB и TXT. Reader поддерживает создание рукописных пометок и рисунков, которые удобно делать при помощи стилуса. Чтобы увеличить размер шрифта, не нужно заходить в настройки. Это действие выполняется с помощью простого зуммирования. Нажатие правой аппаратной кнопки открывает доступ к дополнительным настройкам, изменению шрифта, заметкам, настройкам видом текста и дополнительным опциям. Если выбрать пункт рисунки и коснуться иконки с изображением рисующего карандаша в верхней части дисплея, вы сможете сделать в тексте рукописные пометы при помощи стилуса. Если же пометки утратили свою актуальность, коснитесь иконки с изображением ластика, а затем уберите свои подписи и вычеркивания к тем же стилусам. Коснувшись определенного слова в тексте и удерживая на нем палец в течение нескольких секунд, вы сможете уточнить его значение с помощью Википедии, одного из предусловленных словарей или поисковика Google. Благо у ридера есть встроенный модуль Wi-Fi. Ну а понравившуюся цитату можно выделить и выложить на Facebook, либо отправить ее в Evernote. Подключившись к интернету при помощи модуля Wi-Fi, вы сможете покупать книги в Reader's Store или читать их прямо в онлайне. Работа с текстом тоже оставила очень хорошее впечатление. После длительного касания на экране появится два всплывающих окна. Словарь в нижней части экрана и вспомогательное меню. Одним из наиболее важных преимуществ ридера станет длительное время автономной работы. По заявлению производителя, этот показатель увеличен до двух месяцев. Если говорить об удобстве использования, то это лучший ридер, который мы когда-либо видели.